А вы откуда пьёк, Макарёв? Ни шума, ни свиста, ни скрежет, никакого не шелеста, как обычно. Вспышка, хлопки, хлоп, 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 три хлопка. Мы упали вот так вот, всё. Артиллерия в районе 10 километров, то есть мы в принципе находимся в зоне поражения. Линдаж под личный состав. У вас даже код есть. Гиацинт. Мы начинаем упаковку. Сегодня вечером уже отъезжают две машины на Донецкое направление. Вот сколько всего собрали. Много всего. Закупили от фонда, люди помогли. Сейчас подписываем всё, и закатки, и сало, и колбасы, и вкусняшки разные. Сигареты передали. Фрукты ребяткам. Яблочки, мандаринки по пакету взяли. Раскладываем перчатки, балаклавы, сапоги, пенки тёплые. Вот такие вкусняшки передали для ребят. Коржи, кексики, сочники, перекоробки. Вот в таком объёме. Дети, ученики 10 школы хутора Чикон подготовили. Вот таких писем очень много, очень-очень много добрых слов. Вот так вот в конвертах завёрнуты. Спасибо огромное. Это макеевка, ребята. Вообще, мирная жизнь, очень много машин. Мы едем на Донецк. Типичное кольцо. То есть мы остановили ситофор, то есть очень оживлённое движение. Огромное количество машин у нас теплеет. Было минус 6, сейчас уже до минус 3. Солнышко встаёт. Ну, реально просто. ТПС он стоит, работает. В районе Донецка объезд на Мариуполь шикарная просто трасса новая, асфальт прям свеженький. И здесь ничего вообще практически не напоминает о военной жизни. Только изредка вот какие-то военные машины встречаются. Ну, это больше, так сказать, не исключение из правил, чем правила. Картинка очень разнится с той, которую мы видели до этого во всех наших приездах в СО. Именно такие кучки говорят о том, что рядом угольные разрезы и то, что это Донбасс, угольный край. С правой стороны у нас много таких гор и мы объезжаем сейчас Донецк. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас из-под Донецка. Это населённый пункт Ручанск. Мы теперь в бронежилетах, потому что слишком близко будем сегодня выходить на линию соприкосновения. Здесь находятся наши ребята. Мы привезли им подарочки. Сегодня 1 декабря, поэтому какие-то там правила, возможно, вступили в силу. И надо говорить теперь правильно о том, как это называется. За курточку, вот эти вот штанишки хочу поблагодарить администрацию города-курорта Анаба. От души администрации спасибо Василию Александровичу, Валерию Жоржевичу. За то, что одели нас. Это прям круто. Где моя шапка, кстати? Мне сказали обязательно шапка, чтобы там не было. Сейчас, секунду. Слёзы текут от непривычки, от холода. Температура воздуха сейчас минус 3, сегодня была она до минус 6. Блин, у нас ребята герои настоящие, которые на передовой в земле окапываются и живут там. Это просто нереально. Одеваем бронежилеты, хотя блогера можно не одевать, они бессмертные. Давайте вообще ознакомиться. Меня зовут Юрий Азаровский. Представьтесь, пожалуйста. Амазас Курьян. Что вы здесь забыли? Кто вы? Депутат совета города Анапы. Руководитель движения «Время помогать людям». Мы привезли гуманитарную помощь от фонда «Капельки добра», собранную совместному. Подарочки. Для наших ребят. 1 декабря, всё правильно ты говоришь. Для меня «Капельки добра» устраивали благотворительные гуманитарные концерты, на которые вы приходили на пчане. 4-5 концертов, да. И на эти деньги были куплены как раз-таки вот эти. Здравствуйте. Меня зовут Олег Карипанов. Я член партии «Единая Россия» и президент Федерации рукопашного боя города Анапа. Мы сегодня приехали с ребятами отвезти всю заявку, которая требуется как раз нашим ребятам. И это наш долг помочь. Меня зовут Дима Мышкин. Я муж Галины Мышкиной. Руководитель «Капельки добра». Меня зовут Андрей Астраханцев. Мы приехали к ребятам, привезли подарочки. Сейчас должна приехать машина за нами. Для этого нам надо связаться со связью. У нас здесь как бы большущие проблемы. И поэтому эти вопросы мы сейчас будем попутно решать. Я уже нашёл человека здесь, который с телефоном сейчас нам даст позвонить. Они пошли там на место, где ловит связь. В общем, как-то странно. Я думал, в Донецке с этим не проблема. Знаете, что поразило, когда объезжали? Вот мы проезжали Макеевку, Донецк, объезжали. Совершенно мирные города. Никаких вообще даже намёков на то, что здесь где-то рядышком происходят боевые действия. Ощущение появляется, когда мы сюда в поля выехали. Здесь появилась военная техника, появились воронки. В основном ничто в глаза не бросалось. Поэтому, наверное, мои подписчики... Во-первых, я хочу всем передать вам привет. У меня с Донецка, вообще с Донбасса смотрят огромное количество людей. Спасибо, что вы всегда с нами. Поддерживайте, пишите свои комментарии и рад находиться на вашей земле. Просто от души. Да, на камеру запишется. Видите, звуки, которые здесь происходят. Мы уже больше часа ждём ребят. У них там сейчас выезд. Как вернуться сразу приедут за нами. Здесь постоянно входящие и сходящие. Также мы слышим, и сейчас пролетали с самолёта. Прям с таким зверским воем. Это жуткое, конечно, ощущение. Все повыходили из машины, дождались машинки. Приехали ребята. Два часа пока, пацаны, смогли выбраться. Общается с отцом. Как это счастье. Как оно может быть иначе. Там же дальше печки. Мы печками как раз подопрём. Печки мне желательно, конечно, в самый конец положить. Я их, да, повезу на дневые сразу. Работаем. Вот это желательно как-то сверху. Потихонечку задружаем. Давай будем передавать. Там всё подписки, с ног, самое главное. Савва, пацанам, дай самое главное. Чтоб не болели. Думаешь, тяжело в бронике? Поработать. Закатка стекла, чтобы банки не побили. Про печки. У нас находят случаи, что они как бы не особо подходят. Нам до позиции, что их там типа видно хорошо. Это грузы закопаны. То есть... Так видно. Она и так, как видно. Так хоть тепло. Ну, я вот об этом людям говорю, что какое бы тепло не было, но через землю прогулок. Всех нужно. Не спрятаться, короче. Да. Здоровенные орудия стоят железные. Так вот люди в тепле будут сидеть. Ну, слава. Потому что железе, оно остывает ночью вообще. Трубы всё купили, всё, что как бы заказывали. Да-да. Так что должно быть укомплектовано полностью. Сало. Сало аккуратно ставим. Всё, устал депутат? Давай я потаскай. Не-не-не, депутаты не устают и не сдают. А вот они перчаточки тёплые. Грачи мы видели, да, правильно называется, самолёты заходили сегодня. Мы подумали, что вы что не видите, что у вас там какие-то движения-межения идут. То есть это постоянно работа, да, идёт? Смотрится, конечно, как-то вообще нереально. Особенно, когда ты впервые это видишь. То есть на видео я видел то, что там скидываю, да, все едят как бы вживую. Сначала они пролетают, потом приходит звук. Это так всё низко, так близко, ну, прям что-то с чем-то. Почему блогеры не работают? Потому что снимают. Я же тебе предлагаю, иди поснимай. Ну, я профессию выбрал. Ну, это неправильно. Давай. Пусть блогеры тоже работают. Ну вот, друзья, сейчас вы можете видеть, как и блогеры включились в процесс. Правильно, надо не только разговаривать уметь, но и работать. Чего, да? В бронежилете, как полагается. Юр, как ощущения? Папа, ну, чёрт, да, нормально. Потому что как будто днём и родился. Для меня прям, ты сам детский выбирал. Детский? Детский? Возьми печечку, взрослый. Опачки. Сейчас подождите, ребята. Там скречурки, чтобы ребята не мёрзли. Если не будет кочерки, куда она пойдёт? Друзья, а вот там одного коржика не хватает. Не знаете, где он делался? А это депутат украл. Короче, если чего-то не хватает, валите всё на депутата. Нет, ну теперь я вижу. Нельзя сбирать, чтобы блогеры не работают. Всё вместе около 20. Сколько вас, примерно, человек ночует? То есть, когда мы были на позиции, там говорили, что рассчитано на 13 человек, но так как у них смена идёт, то есть, можно по 5. Не, ночуют в технике. Мы землянки построили, просто печень, не успеваем варить. Одна смена ночует в технике, которая на позиции. Ну вот, если вы, получается, кто-то там, кто-то там что-то есть. Нет, да, кто-то в районе отдыха, кто-то на позиции. Сколько, как ты думаешь, градусов? Сейчас? Да. Минус 2. А твоя совесть сколько говорит градусов? Ну, почти 7, минус 7, минус 8. Всё, Олег, ты что-то плохо всё сделал. Да? Давай, давай, переделай. Главное, с этой стороны полегайся, скажи. Ох уж эти шутники-блогеры. На самом деле, руки прям пальчики-то отнимают. Вытаскивай обратно. Вот красненькие, видите? Давайте, спасибо. О, смотрите, прям всё поместилось. Что, ребята, попробуем забраться. Выймный КАМАЗ. Чё, Ромик. Ништяк. От винта. Передаю привет из Донецка Роману Воронкову. Большой тебе привет. Скоро приеду. Скоро увидимся. От души Ромик Воронков. Привет. Впереди сейчас южная часть Донецка. Она более спокойная. Сюда прилётов нет. Но северная часть Донецка, получается, дальняя. От нас по ней прилёты каждый день. Работа ПВО каждый день. Отсюда даже можно услышать. Сегодня просто спокойный день такой. Относительно. Ну, бывает. Грохот просто не умолкает. Там кто-то горит постоянно. Мы сегодня так слышали залпы. И авиацию видели. Вроде бы спокойно, да, как ты говоришь. Но при этом для обычного человека, который с мирной территории приехал, это довольно-таки страшно. Я же говорю, относительно. Относительно. В прошлых дней это спокойно. Мы добрались именно до того места, где находится расположение наших друзей. 1 декабря-то не нарушать. И сейчас будет происходить уже разгрузка. Здесь до передовых поразиций работы артиллерии в районе 10 километров. То есть мы, в принципе, находимся в зоне поражения. И сейчас, когда вот пришла непосредственно осень, осыпались листья, и все позиции ребят остались уже открытыми. Но это происходит не только с той стороны, но и с нашей. И теперь очень важно, чтобы все позиции были максимально скрыты и защищены. Это нереально важно. Здесь ребята живут, находятся на постоянной основе. То есть у них происходит смена. Именно так они выходят в сутки. Работают на сутки, возвращаются, приводят, как говорится, технику, себя в порядок и отдыхают. То есть ребята сейчас здесь разгружают все, кроме печек. Печки уедут на огневые позиции. Как и сказал начальник, что там все хорошо, потому что видно всех везде. Самое главное – сохранить тепло и здоровье солдат. Поэтому греются именно такими печками. Они обеспечены полностью всеми приспособлениями, то есть и дымоходами, которые ребята заказывали. Здесь на позициях находятся ребята из Дагестана, Чечни, Волгограда, Анапы. Сейчас будут заниматься разгрузкой. Это вода, откуда ребята ее привозят. Вообще вопрос, хотя я уже честно это знаю, озвучивать не буду. Здесь находится блиндаж под личный состав отдыхающий, пункт обогрева, он же ночлег. Ребята готовят себе еду. Это яйца, да, варится? Да. Чайничек рядом. Так, ну это блиндаж под личный состав, оборудован печью, спальными местами. Также освещение, освещение тоже здесь имеется, но сейчас оно выключено. Включается освещение 16 часов, то есть как на улице стемнеет, включается и до 22 часов. Здесь можно подзарядить аккумуляторы, радиостанции. Тепло хорошо обогревается, очень хорошо. Блиндаж вот мы обшили все, получается, по возможности. Сейчас личный состав на огневой, получается одна смена, вторая смена здесь, то есть она на хозяйстве, получается. У вас даже кот есть. Да, это такой питомец наш, тамошний кот. Это чтобы мышей не было. Да. Вот это да. Здесь такое небольшое место для приема пищи. Более комфортно. Да, да. Кольянчик бы ест по удовольствием. Да, каждый обустраивает себе место. Сколько человек здесь проживает? Именно в этом, блин, даже проживает 9 человек. Тот ваш, да? Да, да, смена получается. 9 человек здесь, в общем, очень комфортно им помещаются все. Даже вот есть место для стола, для печки. То есть... Ну это сами все делали? То есть сами в камне? Да, да, конечно, сами. А это... Это мотивация такая личного состава. У нас есть уже такой, знаете, личный состав, который очень долго в армии. И он уже увольняется вне зависимости от окончания мобилизации. То есть, да, у него уже предельный возраст, поэтому он увольняется. Вот так вот он ждет. Все, вот дембеля. Календарь, получается, его. Круто. У нас умывальник. Хоть и полевые условия, но все равно личную гигиену все соблюдают. Умываемся, бреемся здесь. Я еще смотрю, что и мусор вы собираете аккуратно. Да, туда в одну яму все собираем. То есть, чтобы не разбрасывать, везде свалки не было. Ну, да. То есть, у вас есть еще даже свой мангал? Жарите шашлык? Ну, да, бывает, конечно. И без этого... Как видите, наш импровизированный холодильник. На улице уже минусовая температура, поэтому так вот он не портится нормально. Но долго тоже не лежит. Получается, сегодня вот его повесили, вечером уже... Не будет. Его уже здесь не будет, да. А кто вас готовит? Люди, которые постоянно готовят, они вот непосредственно сейчас этим занимаются. Можете даже это наблюдать сейчас, в данный момент. На этом костре мы каждый день себе готовим еду. Завтрак, обед, ужин. Справа у нас находится кухня. Есть люди, которые занимаются приготовлением пищи. Уже такие они на опыте, я скажу. Готовят очень вкусно. И место, где у вас и происходит и прием пищи, и ее приготовление, правильно? Да, да, все правильно. Здесь мы и кушаем. Опять-таки это в расчете там на 9 человек. Ну, да. Ну, шикарно, слушай, условия. То есть под крышей, дождь, не ветер, в принципе, ничего здесь не помеха. И плюс на улице, то есть все продукты будут свежими. Кстати, сейчас мужчине не мешает? Для этого у нас там и кот отсидит. Ну, так один кот на всех же? Или как? Или у каждого свой кот? Нет, их здесь три вроде кота. Здесь нормально, сидим и все кушаем. Скажи, вот довольны ли вы своими условиями? Есть на что-то жаловаться? Или наоборот, все хорошо, нормально мужская работа? Честно сказать, я вообще ни на что не жалуюсь. Как минимум, сухой паек, вода всегда есть. Но я вам скажу, что я даже его ни разу здесь не ел, как приехал. То есть всегда есть какая-то горячая еда, вода, все есть. Я, в принципе, даже ни на что жаловаться. Я сплю в тепле, высыпаю, все нормально. Вообще отличные слова. Вот это то, что, я думаю, надо всем слышать. То есть в руках каждого мужчины просто обустроить себе свой быт. Конечно, конечно, все делаем для себя, поэтому на совесть. Дим, тут кто участвовал еще? Какие районы или кто? У нас Чекон, кто еще? Анапа, Космос. Космос, ага. Сейчас мы к ребятам приехали в гости, передали подарочки от Анапы, от администрации, от Чекона. Время помогать людям. Там капельки добра у нас были самые такие главные, кто собирал, делал концерты гуманитарные, ребят. Спасибо вам за то, что вы делаете. Победа будет за нами. Желаю всем вернуться живыми, целыми домой. Ура! Заедем до того места, откуда вообще ребята работают. Ну, как бы, не к самому близкому краю, но у вас будет возможность увидеть поочию вообще, как это и что. На команде, на которой мы приехали, остались вообще в мой портфель с документами. Я отсюда, короче, не уеду, ребят, походу, остаюсь. Остаюсь. Да? Что, место есть, кот есть. Кушать я умею готовить, если что. Для поездки на позицию, просто таки, откуда ведется с трибардой. У нас Камазик теперь с бронированными стерками. У меня есть специальные такие ячейки. Они прям очень толстые. Она вам и передала свою авиацию. Ух, тут сейчас находиться очень опасно. Говорят, что орудия засвечены. В большом сожалению, могут быть прилеты. Но показать вам, что это и как, я думаю, стоит. Это, ребятки, МТЛБ. Такую ты хотел. Берем? Нашим ребятам будет прям огонь, да? Подарок, ребята. Да. Хлопок такой, короче. Андрюха сразу просыпается. Мы, конечно, не очковшники, но надо, наверное, в другое место переехать. Где-то вот здесь упал. То есть вот прямо вот тут на поле, да? Да. Сейчас там, видишь, погоревшие деревья там тоже падало. То есть прямо рядом с вами? Да. Если люди сидят в машинах, то есть здесь снаряд упадет даже в метре или в двух метрах, ничего не будет. А если попасть прямо в машину, то... Только прямое попадание. Вот одно орудие, вот там другие, короче. Два вида здесь стоят, получается. Как называется, скажи? Это гиацин называется. Хлопок. То есть это был выход настолько сильный сейчас, ребят? Я чуть не подпрыгнул и уже готов был бежать домой пешком в Анапу. И смотря на то, что у меня нет документов. Для людей, которые не привыкли, это был очень сильный, да, выход. Но для нас, получается, здесь, я уверен, в орудии даже никто не дёрнулся. То есть это нормальная такая обстановочка. А что это такое? Расскажи вообще, с чем оно стреляет. Это самоподная установка. Гиацинт. Калибр у него 152 миллиметра. Обычные снаряды. Только заряд у него такой побольше, чем на девятнашках. Ты понимал, такая голова, да? Жуть. Вот это пушки. Офигеть. Слово, получается, поднимается. Вот эта казенная часть отпускается. После чего номер расчета кладет на лоток... Там лоток отпускается? Кладет на лоток снаряд. Цепь его досылает. Если цепь не работает, вручную досылают. После чего досылает вот этот вот заряд, который латунивый. Всё. И по команде наводчик дёргает вот за эту ручку, после чего происходит выстрел. При этом огромная отдача. Я видел как-то, видел, как снаряд стреляют. Отдача, да. Наводки. Офигеть. Офигеть. Передаёт сюда на огневую, на орудие. Он выставляет на этих механизмах все значения, которые ему передал офицер. И по команде производит выстрел. Выстрел! Огонь! То есть это лучший повар? Да, шашлык очень вкусный. Вкусный шашлык, вот именно от него. Откуда сам? В Дагестане. В Дагестане. Вот красавца. Ещё и Дербен. Слушай, это самый старинный город, да? Был там? Нет, мечта побывать. Обязательно, обязательно. Но я просто наслышан и собираю информацию о нём. Я из Дагестана, мой лучший друг, он мне бронежилет дал в дорогах. Он Дербен такой. В отличие от самоходной установки 2С-19, здесь нет башни. То есть личный состав укрывается в блиндаже. Получается, при прилёте, да, личный состав сразу укрывается в блиндаж. А это вот последствия привелётов, друзья мои. Добрый день. Добрый день. Был в помощь. Здравствуйте. Здравствуйте. То есть вы только оборудуете свой блиндаж. Мы наворачиваем чуть-чуть. А, чуть круче делаете? Да. То есть вот так вот выглядит это там, где как раз-таки ребята время и порвают. Это не туалет, это, блин, Даш, ты что-то присел? Я уже спать лёг, я не присел. То есть ребята углубляют его, чтобы было здесь удобнее. Подушку у тебя дать спрашивают? Да, да, подушечку. Вот как раз-таки для передовых позиций и приехали наши печки, чтобы и здесь ребята могли находиться в тепле. Всё, оставайся. Всё. Остаюсь. Как здесь всё гремит. Вот реально чувствуется, что передовая. Да, упадал снаряд. Видите, выгорёшь его место. Это самоходная артиллерийская установка 2С19 калибром 152 миллиметра также. Ну, дальность льбы немножко меньше. Это выход или вход? Это выход. Вход, я говорю, вы бы услышали по-другому. Вы бы им в последний раз, да, что это было? Да нет. Может быть, повезло? Конечно. Есть башня, поэтому укрытие для этой машины не нужно. У неё калибр такой же, как у той? Да, точно такой же калибр. Просто стреляет она немножко ближе из-за того, что видите. У неё заряд немножко... Короче. Да, короче и уже. Добрый день, Юрий. Добрый день. А вы откуда? Ёлк, Макарин. Это опять выход? Это свои. Это свои пугает больше, чем... Шалит. Это прибор, доказательство? Да, это. Казань, вот, Казань знают. Казань-то все знают. Казань, браво. Да, да, пока не браво. Ёлк, Макарёв. Вот это звуки. Да, исходящие сигналы, конечно же. Огонь. Очень важным теперь добраться обратно, потому что, как и говорит, вот засвечено, эта позиция, поэтому можно спокойно ходить, снимать. Ну, как спокойно? Может, прилететь. Там где-то ребята говорят... Ой, ёк, Макарёк. Высветилась именно точка того, где они находятся. И... Ну, дай Бог, чтобы всё было хорошо. И всё будет хорошо. Тяжёлое место, тяжёлое понимание вообще ситуации. То есть, какая, ребят, тяжёлая работа. Я не показываю лица, но это просто дети. Ёк, Макарёк. Самое главное, что всем довольны. Всех всё устраивает. И всё хорошо. Тем, кто смотрит, ребят, поддержать можно. По номеру телефона 898-333-7887. Либо в комментариях и в описании будут координаты именно нашего фонда, где вам помогать. Всё, ребятки, мы загружаемся. Сейчас обратно пойдём в кузове. Скажи вообще о своих впечатлениях от этой поездки. Вообще, когда ехали сюда, было очень холодно. И реально начал переживать, как наши ребята здесь. В таких условиях, да? Но когда вот лично увидел своими глазами, какие у них блиндажи, как они их оборудуют. Страх и боязнь за то, что им там холодно, или они замёрзнут, отпало. Очень грамотно всё ребята делают. На передовой, прямо на первой линии, и, конечно, очень эффектно, когда совсем рядом происходят взрывы. Я впервые приехал на гости к ребятам. И твои ощущения? Достаточно видно, но... Мы когда сюда действительно ехали, я не ожидал увидеть, насколько у нас хорошие позиции в колу. Ребята у нас в тепле, укомплектованы. И боевые позиции у нас в очень отличном состоянии. Я очень горд нашими ребятами. И после этой поездки переосмыслить ценности, понимание, что победа будет только за нами. И то, что там не видно, не ощущается по-настоящему, да? Да, там не видно, не ощущается по-настоящему, а здесь это всё вживую. Вот ты мне сказал, что теперь я понимаю, насколько правильно и необходимо собирать, чтобы не придавать подарки сюда. Один из важнейших моментов, друзья, то, что хочется донести до вас, до каждого, чтобы вы прочувствовали, вот все, что здесь происходит. То, что ничего, мы сюда приезжаем, чтобы показать выть наших ребят, как они живут, и показать, насколько важна для них помощь. И наши ребята просто молодцы, настоящие мужики. Хотя на вид ещё дети. И когда вот они говорят о том, что ни разу не ел сух паёк за всё это время, а питается постоянно горячим, когда мужик подходит и говорит, вот этот офигенно тоже готовит, шашлык жарит, дербенту привет, это дорогого стоит. И очень хочется, чтобы каждый из вас просто поддерживал наших ребят. Не обязательно через нас. У вас там, может, есть какие-то ваши группы. Пишите письма, пишите комментарии, люди. Не стесняйтесь, поддержите, ведь это наши дети. От души писывайте. Хотел бы именно, чтобы вы, наши дорогие зрители, узнали, с кем мы сегодня ходили, кто нам рассказывал о позициях и, в принципе, о том, что мы с вами увидели. Представься, пожалуйста. Старший офицер батареи, позывной Кама. Работаю здесь с 2 октября. Откуда вообще сам? Сам, с Анапского района, Кутарчикон. Ну, то есть это все наши ребята. Хотя вот у вас такая сборная, да, огромная? Дагестан, Чечня, Волгоград. И все в одной команде ребята работают. Да, живут все вместе. Пункт постоянной дислокации нашей воинской части это Республика Чечня. Мы в основном, весь личный состав из Чеченской Республики и Дагестана. В связи с мобилизацией призвали еще людей из Волгограда. Сработались в обществе. Сказать, очень быстро. Общее дело делаем, по-другому никак. Друг другу все помогают, чем могут. Очень самое важное. Что хотел бы, может, передать тем ребятам, кто у нас там находится, на мирной территории, и, как говорится, даже не понимает о том, что здесь происходит? Передать я хотел, конечно же, немного скептически относиться ко всем вот этим вот новостям, которые они читают в телеграммах. Я лично сталкивался с многими новостями, которые, знаете, очень много фейка там. Правда за нами, поэтому их поддержка для нас очень важна. Даже сейчас вот ваша гуманитарная помощь очень сильно поднимает боевой дух, мотивирует. Личный состав понимает, что за них переживают, о них думают. Поэтому я хочу им пожелать защищать свой дом, да, максимально все равно подготовиться. Ну, все может случиться, понимаете? Когда мы там стояли, комбат говорил о том, что это академические знания по полу до стрельбы. Это вообще с чем связано? Почему он так говорит? Ну, это больше, я скажу, такой юмор с его стороны. Мы там друг с другом бывает на это, так подшучиваем. Вот так вот отвлекаемся от рабочей обстановки. Он имеет в виду, что я вот только недавно с академией пришел. Опыта у меня, так сказать, боевого немного. В общем, у него опыта больше. Он иногда подшучивает надо мной даже бывает. Юмористическая нота в нашем общении. Очень жалко, что не могу показать твое лицо, как ты улыбаешься. И знаешь, вот я в третий раз уже приезжаю от военных действий. И вот самое ценное, что здесь происходит, то, что я вижу, как мужчины, живут вместе, вместе делают общее дело. И самое главное, вот как ты говоришь, подшучивают и улыбаются друг к другу. Здесь, наверное, улыбка ценится гораздо более и сильнее, чем у нас в мире, чем у нас в жизни. Потому что там люди просто улыбаются, а здесь от души. Я тебе скажу так, что здесь юмора тоже хватает. Но знаешь, такого не так, как там, да, у вас на гражданке. А у нас между собой только мы, в общем, можем его понять. Какой-нибудь номер расчета может, если он номер расчета, на нем ты можешь подшутить, да, что он там снаряд как-то не так поднимает. Или там наводчик долго наводится, ты его там торопишь как-то в шутку. Ну, то есть, знаешь, даже вот во время боевой работы ты передал, может, там, девочкам, которые ради тебя старались. Это вот капельки добра, там, Алина, ну, все вместе там с мира, как говорится, по нитке собирались. Но в основном у нас капельки добра делали для вас сборку монетарной помощи. Да, да, я лично общался с организатором. Конечно, хочу сказать очень большое спасибо от своего имени, от имени командиров, личного состава. Сейчас они очень сильно нам помогли. Всю работу они взяли на себя, то есть и дорогу, и документы, все было на них. Большое спасибо, конечно, вот капельки добра и, в принципе, всем, всем людям, кто вот помогал нам. Спасибо большое. Дай бог вам, мирного неба, как можно скорее от души. Спасибо. Мы не могли не заехать в Донецк, не посмотреть тут на дома, как живут люди. сегодня был прилет и мы едем примерно в это место, где это происходило. В общем, к сожалению, прилеты происходят постоянно, гибнут жители. Я рассказывал перед поездкой о том, что очень страшно ехать сюда именно из-за этого. Вот так, Донецк, как оказалось, город довольно-таки большой, очень уютный, несмотря на то, что множе домиков таких старых. Жизнь идет, самое интересное, рядом стреляют, прилеты, война, танки, техника. Жизнь идет своим чередом мирно и не собирается даже останавливаться. Вот так вот соседство уже огромное количество лет в том же самом Донецке с тем, что гибнут люди и при этом люди живут. Вот они цены. Дизельный топлив 60, например. Ребята, кто смотрит здесь в Донецком, меня напишите вообще, как он живется, как вы относитесь к этим прилетам, которые постоянно происходят, гибели жителей своих, потому что почему-то никто не хочет этого замечать и слышать, что это происходит с 2014 года. Здесь для трамваев рельсы имеется и вон он трамвай живой поехал. Где-то едем по крайней, скорее всего, в центру доберемся еще километров 10 на Неск, очень больших горы. Пожалуйста, мешками заложены окна. Должны это все смотреть. Вот не знаю, это здание уничтожено или временем, или прилетом. Если знаете, пишите, потому что вот такое оно было хорошее, желаю. Автосалоны, машинки продают, впереди элеватор, то есть никакая большая звезда. Здесь и полиция, военная, эгоиста и много разных машин, людей. Мост с арочками. Обычный город. Не все работающие магазины, но нет, нет, он даже цветочки укрывает от холода. Огромный просто город, это, понятно, что очень длинная улица, на которой мы выехали, центральная. Просто именно здесь, сегодня, возле какой-то гостиницы, был прилет. Красиво отделанное здание. Смотрите, ребята, театр культуры, очень красивые дома, новые совершенно. Большой, такой, крутой город. Вот это, да, неожиданно, особенно, когда мы ехали по-крайному думали, что там так все будет. Тут такой большой парк, это медицинский национальный донецкий университет находится. Вот современные дома. вот такой хороший, красивый город. Современный мостик, вот такая вот красивейшая набережная с ивой. Вот это, да, вот это виды. Какие стелла. Как красивая набережная с той стороны. реки просто восхитительные ивы. 10 прилетов за сегодня? Да, на 50-летие СССР, где колхозный рынок. Ага. Там дальше идет, прямо идет. За один день 10 прилетов? Сказали, 10 прилетов. Пострадавшие есть кто-нибудь? Нет, ты раненый, сказали. Тут можете сегодня увидеть район гостиницы Рамада, как пострадала. То есть сюда был прилет. Выбиты окна, уничтожена облицовка, уже коммунальные службы наводят в порядке. Выглядит это просто нереально жутко. И вы представляете, что 10 прилетов за один день. Реша беда. Посмотрите, какая жесть. То есть это все металл летел, летел туда в стороны. Смотришь на это, прям страшно на самом деле. То есть место прилета вот сюда пробилась стена. Можете увидеть, что внутри находился бассейн. Колоссальное просто разрушение вот сюда он прилетел. Посмотрите, соседнее здание. От взрывной волны выбиты окна у людей. Просто охренеть. На это смотришь жутко. Просто жутко, ребята. Сюда вот загляните. Здесь тоже все посечено. То есть разрушено не только одно, а очень много строений. Это все побито осколками. Просто жуть. Какие адские последствия. Ёк макарёк. Бедные люди. Весь дом посечен просто осколками. Вы посмотрите на это, ребята. Охренеть просто. Посмотрите на вот эту машину, которая здесь была запаркована. Ее просто как решетол. Ёт как охренеть. Я вот понимаете, пока не увидишь это своими глазами все это ты это не почувствуешь. Здесь также посечено здание, побиты окна. С этой стороны также люди уже выносят на мусорку все эти стекла. Бедные люди как жить в таких условиях. И живут быстрее менять окна, останавливать свои дома. Как твои эмоции от такого виденного? Просто мирные дома? Я в шоке, что мирные дома вот так пострадали. Еще говорят, не стреляют они по мирному. Жить просто. Что нам сказали детский садик здесь пострадал ребенок сегодня тоже сюда в комплекте. Смотрите ребятки, это также проспект Шевченко, Донецк центр города. И он сейчас немножко вымер, потому что буквально некоторое время назад 10 мин легло прямо в самый центр. Мы сейчас идем туда, где в детском саду пострадал ребенок. Здесь работают еще коммунальные службы. Попала мина перед площадкой. Здесь человек пытается как-то временно закрыть последствия. Они просто страшные. Какая-то жесть. Просто смотришь на это. жилой дом. Эти становятся они не по себе вообще. Ужас настоящий войны умерным жителям или войны с мирными жителями. Нужно увидеть, что здесь сплошные осколки. Такая вот принята непосредственно осколки металла, которые прилетели сюда. жуть. Вот прям жилой дом в районе четвертого этажа, как раз таки, где заделывают дырку. Жесть просто, ребят. Выбивалось стекло. Люди за пол двенадцатого дня прилет все расшили. И пытаются как можно быстрее поставить окна, закрыть стены, восстановить дом, чтобы его не разморозило. Напоминаю, сегодня ночью было минус семь холода. То, что мы сейчас видим, это просто жесть. Бедные люди, Вот так вот. Огромный, красивый Донецкий, вот такая жесть здесь происходит. Очень жалко такой город. Как вы всплываете, если вспышка и прям падает? Вот оно, ни шума, ни свиста, ни скрежет, никакого ни шереста, как обычно. Вспышка, хлопки, хлоп, 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 три хлопка. Мы упали вот так вот. Смотрим, идем, все, капец. Здесь капец, на той стороне капец вообще полный. И вот там где-то через дом там тоже что-то горело, но мы туда еще не ходили. Как было так живем? А вот в постоянном стрессе, вот так мы живем. И сколько это длится? С 14-го года. Бедные наши граждане, вот так живем стрессе. С 14-го года мы так и живем. Спасибо большое. это все закончится, никто не знает. Надеемся, что скоро прям очень хочется. Я как-то своим детям живая нужна, но никак не мерзла. Я согласна. С высущими. Постоянно. Жесть. Говорят, повезло жителя этого квартиры остался в живых. Ну, ранен был ребенок. Как тебе это просто какая-то жуть, нереальная картинка, да? Это как люди здесь живут? Это столько времени терпят такие обстрелы. Это сегодня в обед произошло. это просто картина, которую нельзя описать словами. Это недопустимо. Тут мирные живут и их обстрелят постоянно. Это должно когда-то уже закончиться, ребята. тем, кто говорит, что на русских нападал, вот люди говорят на русском языке. Хотят жить, хотят жить в мире. Вот такие два друзья. Донецк страдает от таких девочек жалуются нашим ребятам организмом и с ним происходят. Как ты хотел, чтобы вам можно быстрее дать и подпишись. Желаю здоровья. Всем блага. Наша поездочка подходит к концу. Самое главное мы забыли сделать. Во-первых, поблагодарить Олега. Это наш водитель. Ему спасибо огромное за то, что нас вез туда-обратно. И прям в этот раз мы очень хорошо прокатились комфортом у него в машине. За что ему огромное спасибо. И его мама как зовут? Татьяна Евгеньевна. Татьяна Евгеньевна очень часто смотрит мой канал. Татьяна Евгеньевна, от души вам спасибо огромное за то, что вы это делаете. И подсказываете все важные интересные события в Анапе. Это очень приятно об этом рассказывал. Было классно так послушать, как это все происходит. Что депутаты власти? Васильевне тоже можно? Конечно. Татьяне Васильевне. Вообще хочется передать привет всем, кто причастен. Вообще к тому, что мы поехали, сделали благое дело, доставили нашим ребятам рады, счастья и дай бог, чтобы в них все было хорошо. Есть что добавить? Все. Спасибо. Спасибо большое. И скажи, сколько ты везешь закатки с новой территории? Да, как оказалось, вы не поведете, у него появился отец. неисповедимый у меня отец всегда был, но вот тесте личное еще не видел никогда. И вот тут получилась ситуация, что мы как раз проезжали населенный пункт. Случайно. У нас случайно была с собой его жена, которая оказалась случайно дочкой. Я сейчас рассказываю. Ладно, я это не буду рассказывать. В общем, история продолжается. Да, все очень интересно, мы ведем с собой дочкой.